приветствую вас на своем канале посвященном жизни в панаме и так мы перешли ко второму видео о минусах жизни в панаме о его знаете я когда составляла себе список у меня список просто был такой впрочем как и плюсы я потом максимум повырезала по вычеркивала и оставила наверное такие знаете как основные минусы или основные плюсы которые в предыдущем видео были но это чисто моё субъективное мнение это то что мне не нравится или то что мне нравится поэтому минусы тоже такие будут именно мое мнение поэтому у кого-то может быть будут и другие плюсы и другие минусы но все равно я себе маленькую бумажку подготовила чтобы мне как-то как я уже вам раньше говорила чтобы мне как-то вложиться в свои там 20-25 минут максимум 30 иначе это будет очень длинное видео итак первое что мне бросилось в глаза когда я переехала в панаму это отсутствие тротуаров здесь вообще тротуаров как таковых нет в городе конечно в самом городе в центре где банковская зона где богатые такие районы где высотки конечно там есть да но в принципе если вы чуть-чуть шаг вправо шаг влево как говорится там уже тротуаров нет а у нас за городом вообще вот я когда шла и снимала кто меня смотрит тот видит что в общем то я иду по дороге у нас тротуаров нет связи с этим соответственно девочки милые забудьте про каблуки шлепки ваш лучший друг или кроссовки то есть все я совершенно забыла про эту обувь потому что просто некуда одевать если вы на машине едете вы можете конечно положить в машину и когда вы заходите кому-то там в гости или на какое-то мероприятие вы в машине переодеваете обувь и идете но в принципе самая удобная обувь это кроссовки либо какие-то шлепки такие да сланца в которых вы можете ходить потому что обувь на каблуках здесь вы носить не будете и в связи с этим тоже один минус потому что нога расхлябывается до становится такая я уже забыла когда я носила каблуки на самом деле хотя раньше я все время ходила на каблуках рост у меня небольшой поэтому я могла себе смело позволить каблуки и даже в той же колумбии потому что в колумбии конечно есть тротуары и очень широкие большие то есть там можно ходить на каблуках а здесь к сожалению но вот так сложилось каблуки тут не оденешь тротуаров здесь нет и в общем то если вы любите гулять по городу то это конечно проблематично кроме если по набережные по синта кастера по вини до бульбуа по центральным таким улицам набережным вдоль моря вдоль океана конечно да но больше нет к сожалению это вот один такой первый минус но это то что мне бросилось сразу в глаза и мне это не нравится я до сих пор возмущаюсь живя уже здесь практически 10 лет я возмущаюсь почему когда строят дороги почему не думают о пешеходах как люди должны ходить вообще и где люди должны ходить но это здесь все так американизировано наверное скажем здесь и ездят на своих машинах поэтому в общем то пешком здесь люди практически не ходят поэтому наверно думаю что тротуара здесь не нужны дальше переходим плавненько к вопросу о общественном транспорте но это вообще вопрос ребята здесь очень много такси такси дешевая это скорее всего плюс потому что за два три доллара вы можете проехать очень огромный участок из одной точке в другую точку это дешево но есть минус таксист как вот раньше наверное у нас подсаживает к тебе пассажиров то есть такси берет за человека то есть если вы едете два человека я например энсу и рома настроен но он с каждого например возьмет по доллару или по два то есть настроить мы заплатим шесть долларов если нас двое мы заплатим четыре доллара если я одна то я заплачу два доллара да то есть вы понимаете таксиста берет оплату именно по количеству людей и подсаживает людей это минус общественный транспорт автобусы но это отдельная песня эти автобусы конечно есть автобусы такие как вам сказать но современные новые по маршруту ходят но этот маршрут тоже не такой большой и автобусы ходят редко автобусы всегда битком набитые люди порой по 40 минут по часу стоят на остановке чтобы войти в свой автобус это ужасный минус и скажем такой автобус как вот я живу за городом как наши автобусы ездят здесь вообще скажем остановки да здесь есть остановки как таковы но вы можете выйти вот как я выхожу у меня здесь нет остановки я торможу автобус и автобус смотрит ну например с контроль как я говорю сегодня у этого автобуса у водителя есть настроение остановиться и взять меня другой автобус не показывает это не один раз было типа назад сейчас я не остановлюсь но вот там идет второй допустим автобус но я такая наивная дурочка думала что второй автобус а нет сзади идет такси то есть он видит моя рожа не панамская далеко и он думает что я миллионерша я могу все время ездить на такси да я мы ездим на такси но это не значит что я могу позволить себе платить что я могу себе позволить ездить два-три раза в день туда и обратно на такси да то есть я пользуюсь общественным транспортом и общественный транспорт не торопится остановиться открыть двери и это бесполезно я могу жаловаться но мои жалобы никто не примет здесь общественный транспорт но он наверное как частный транспорт то есть есть желание у водителя он остановится нету желание у воде даже если автобус идет совершенно пустое это даже не одного там два-три человека ему неинтересно он хочет останавливаться не хочет не останавливаться я могу час стоять и ждать автобус который остановится и возьмет меня и бывает такое что я стою по 40 минут и автобус не останавливается я конечно звоню такси таксист приезжает и меня забирает но кто-то скажет почему сразу не позвонила такси почему сразу но ребят но опять же я говорю я по два-три раза в день например может для кого-то это копейки но живя здесь там два три доллара платить то стечение за один день 6 долларов просто так выкинуть я не могу транспорт общественные например мне доехать до моей работе стоить двадцать пять центов окей три ушки ужас 30 центов я обманула 30 центов не 25 30 30 центов центов и обратно опять 30 центов это пол доллара 60 центов окей или мне заплатить допустим 5 долларов но разница есть 60 центов и 5 долларов но вы меня простите но я не могу постоянно платить за за такси да то есть а транспорт с транспортом здесь и бесполезно ругаться бесполезно жаловаться ты можешь жаловаться тебе дадут все данные все жалуйся куда угодно и здесь есть организация такая куда вот ну как надзор такой куда вы можете позвонить сказать на каждом автобусе есть номер есть куда вы можете позвонить пожаловаться цикады слышите как дождик созывают скоро будут дожди но вы в общем потратите время это бесполезно поэтому просто надо с этим свыкнуться и как-то на это не реагировать наверное наверное так но живя в городе сейчас чуть-чуть полегче стало потому что сейчас открыли не сейчас а уже в каком два года назад или полтора года назад на на два уже время бежит я уже не заметить не замечаю наверно где-то в семнадцатом году открыли метро и и сейчас эти линии метро станции метро удлиняют в разные стороны поэтому конечно стало легче поездка в метро стоит 35 центов то есть по любому до маршруту метро любые ветки вы можете но менять до куда хотите но пока еще конечно это это эти ветки не такие большие не такие обширные но скажем основные направления все-таки центр там где больше народу вот такие точки основные они задействованы это конечно очень разгрузило город меньше стало ну пробок на и на меньше не стало но как-то быстрее нам есть возможность быстрее добраться если ты не на машине то гораздо легче добираться до какого-то место это плюс ха ха хотя мы говорим о минусах еще один такой минус который мне бросился сразу в глаза это мусор мусор в городе мусор за городом мусор везде здесь вы не увидите таких мусорных контейнеров как которые мы привыкли видеть у себя во дворах или около дома куда вы можете выбрасывать мусор здесь мусор тут в порядке вещей ты идешь и ты видишь как человек выпил например баночку кока-колы и баночку выбросил съел булочку и пакет выбросил там бумажно если это полиэтиленовый то тоже выбросил да то есть харкнул я не знаю плюнул то есть это здесь порядке вещей и вещей или едет машина в тут же в машине кто-то попил из пластиковой банки напиток или воду открыл окно выбросил слава богу что эта бутылка не попала тебе в лобовое стекло на то есть здесь это в порядке вещей или люди выходят с мусорными пакетами они могут этот мусорный пакет выбросить вот вот так здесь же да и и все то есть отсутствие мусорных баков по городу это огромная проблема на мой взгляд поэтому такой срач я извиняюсь за городом у нас ситуация не лучше то есть есть люди которые складывают там в черные мешки и выезжают вот так вот где поменьше народу и выкидывают на дороге да и представляете эти гайоты и тропики 40 градусов жары то все это воняет все это коты и собаки бездомные гайоты все это растаскивают этот мусор но это вообще жесть еще у меня конечно очень тоже так вот расстраивает знаете на пляже грязь мой про город я даже не хочу говорят договорить эти городские пляжи приезжают иностранцы делают какие-то туры как это не туры как это называется в общем люди как я допустим иностранцы собираются компании выходят на пляжи убирают мусор то сделают такие субботники потому что местные жители они не убирают а только гадят то есть как можно гадить в собственной квартире в собственном доме я не понимаю в собственной стране то есть допустим вот сколько раз 1 января помните я как-то хотела вам поехать на пляж и показать но не удалось но надо было ехать 2 января показать какая грязь после 1 января когда люди побывают на пляже то есть люди приходят на пляж они берут с собой эта традиция я уже рассказывала они берут с собой еду питье там наверное пиво я не знаю какие-то бутики и когда 2 января ты приходишь на пляж весь пляж усеян просто пакетами грязными памперсами я извиняюсь женщины тампаксами или какими-то там прокладками подкладками до тарелками одноразовыми вилками кружками стаканами в общем ну это невообразимо все чем о чем вы даже наверное подумать не можете сколько раз я лично наблюдала потому что наш пляж находится недалеко от пляжа где рыбаки привозят рыбу ну вы знаете да и то есть мне это видно это буквально там нескольких там десятков метров это все заметно то есть тот же рыбак он поймал его он чистит он ее тут же выбрасывает в океан в океан море океан почему плохо потому что это привлекает акул первое второе вонь третье какие-то бродячие собаки гайоты и четвертое тот же самый рыбак он пьет свое пиво и кока-колу я не знаю что и тут же банку выбрасывает алюминиевую банку выбрасывает на пляже в песок то есть вы сами понимаете что алюминий он это не бумажный пакет который можно может разложиться со временем за это алюминий вода все это забирает в море и наша окружающая среда загаживается с каждым днем поэтому сейчас я говорю что мы на карантине но это наверное огромный плюс для нашей природы что наша природа вздохнула и очистилась понимаете потому что я заметила что у нас сейчас птицы поют не так как пели раньше у нас сейчас столько здесь птиц потому что меньше транспорта меньше всего животные по вылазили вообще всякие ящерки я не знаю игуаны просто целая куча то есть на самом деле природа вздохнула наверное и отдыхает от нас от людей потому что мы не ценим то где мы живем мы не заботимся мы погрузились какие-то свои материальные дурацкие блага что нам надо это 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 а для жизни на самом деле ничего такого не надо должна быть чистая природа должно быть какое-то соединение души с природой и все вы понимаете так комфортно привыкли к комфорту но из всего можно найти какие-то свои положительные моменты и мы забыли об этом мы погрязли в своих материальных каких-то благах мы погрязли мы не думаем но гадить там где ты живешь это отвратительно так что мусор это наверно один из самых таких больших минусов который лично для меня я не приемлю мы если идем на пляж если мы берем с собой еду или что-то мы все складываем в пакетике все привозим домой и потом выбрасываем мусор кстати про контейнеры я не сказала но вернее сказала что нету таких контейнеров то есть каждый дом или каждая квартира там ну или подъездом я не знаю дефисио ставят свои собственные покупают за собственные деньги также как и мы купили черный вот большую эту черную такую бочку с крышкой туда ставим пакет черный выбрасываем мусор и приезжает мусорная машина и забирает мусорная машина здесь тоже не такая как мы привыкли то здесь обыкновенный небольшой и типа газель такой грузовичок который приезжает и забирает мусор но у мужчины в рукавичках в этих перчатках забирает и убирать здесь нет этих мусорных машин контейнеры которые там перемалывают такого здесь нет здесь все это просто стряли а ля восьмидесятые семидесятые я не знаю какие года да в общем но зато приезжают и убирают слава богу господи за эту услугу надо платить муниципио за месяц пять долларов это не так много но два раза в неделю у тебя два три раза в неделю вывозят мусор так что главное свое место для мусора ты должен сам себе сделать или железный контейнер или пластиковые неважно как но тебе надо это место сделать и так мы с вами поговорили еще об одном минусе и очень даже большом итак еще один минус о котором я бы хотела поговорить это всеми знакомое слово маньяна завтра или потом или попозже в общем все кто живет странах латинской америки центральной америки для них это слово маньяна о это любимое слово то есть не важно с чем ты сталкиваешься с тем же адвокатом допустим то здесь люди живут не спеша не парятся вообще но это я говорила даже в плюсах что здесь в общем-то не зацикливаются не стрессуют но иногда это выводит из себя потому что ты платишь деньги допустим здесь без адвоката ты ничего сделать не можешь да тут адвокат это как твой член семьи скажем так любые вопросы все решаются через адвоката ты ему платишь и ты надеешься что если ты заплатил деньги но это наша ментальность такая дату человек ответственные будет и тебе будет как бы делать все что положено вовремя и так далее и тебе докладывать о своих результатах а вот нифига здесь ничего такого нету то есть ну как кричат эти цикады да здесь это называется сигаре сигарра сигарра не цикада сигарра в общем ты заплатил адвокату в надежде что он тебе ответит но адвокат может ты можешь звонить ему 10 дней он не будет брать трубку это вполне нормально это здесь просто надо к этому привыкнуть здесь такая ментальность что никто не парится никто не не спешит тебе там ответить или сделать или то есть к этому надо привыкнуть это нормально это не только адвокаты это здесь везде и в бизнесе и везде то есть маньяна это любимое слово которое конечно меня ужасно вначале раздражало но сейчас уже за столько времени я наверное тоже уже как-то так махнула рукой и не реагирую даже если я сама когда-то не могу что-то сделать вовремя хотя я для меня это как бы практически не бывает но иногда по каким-то форс-мажорным обстоятельствам но если раньше я переживала за это то сейчас я совершенно не переживаю потому что для них это вполне нормально и ну не сделала не задать подумаешь какая-то ерунда ничего так завтра так завтра нет проблем ну вот так да то есть вплоть до того что я хлеб например мне заказывают на сегодня человек не приезжает он готовит завтра приеду заберу и пофигу ему что этот хлеб уже у меня день полежит да нормально ты ж его вчера сделала то я заберу завтра да нет проблем но раз у вас нет проблем так у меня тем более нет проблем я ваш заказ делала вы не приехали не забрали это точно не мои проблемы и люди приезжают на следующий день забирают платят то есть для них это совершенно в любом вот здесь в бизнесе в люб в любом на адвокат не адвокат то есть это надо учитывать и не надо психовать вначале психовала но сейчас я уже совершенно спокойно и мы переходим наверное к последнему я не знаю пятый шестой десятый полк ты я же не считаю который для меня до сих пор за столько лет жизни я никак не могу привыкнуть вы приходите в магазин магазинах указаны цены эти цены без налога то есть для меня это до сих пор непривычно если у нас вы идете в магазин у вас есть там 5 рублей и вы знаете что это стоит 20 рублей ну там 20 копеек но неважно ли сколько там 5000 рублей я уже в этих ценах я не знаю то есть это стоит 20 рублей до 30 то есть вы посчитали вы знаете что а вот у вас есть 100 рублей там или 20 или 50 и вы подходите к кассе и вы вкладываетесь в эти деньги то здесь вы не можете посчитать потому что во первых на разный продукт разный налог на какой-то там 7 процентов на какой-то вообще нету на продукты кстати это плюс скорее но не минус на продукты которые первой необходимости хлеб молоко там рис на них вообще они не облагаются налогами а на другие продукты там или на вещи разные налоги то есть вы подходите к кассе например вы купили продуктов там взяли посчитали на 100 долларов а когда вы будете платить у вас выйдет там 160 долларов а у вас этих 60 долларов и нету да допустим но я образно говорю или там на 120 долларов то есть совершенно вы не можете точно сказать сколько вам надо платить поэтому я предпочитаю идти в магазин с кредитной карточкой не с наличными деньгами потому что карточка заплатил потом уже там будешь смотреть но для меня вот сколько я живу никак я не могу привыкнуть но примерно я предполагаю уже до сколько мне надо будет заплатить но все равно точной суммой вот такой как вы копейка в копейку к сожалению здесь не получится узнать но если только вы не будете ходить калькулятором и на каждую позицию спрашивать допустим продавца сколько налог на вот эту вещь на или на вот этот продукт или на это там на шоколадку к примеру да вот так это такой для меня очень большой минус и так мои дорогие и уважаемые подписчики зрители сегодня мы с вами поговорили о минусах жизни в панаме конечно можно может быть побольше чего-то рассказать но это основные такие которые мне бросили с глаза которых я хотела бы вам рассказать дальше наверно поговорим уже в следующем видео об иммиграции какие пути иммиграции в панаму так что не пропустите это видео потом наверно может быть я подниму тему об аренде жилья если вам это будет интересно и наверное какие-то мои рекомендации для людей и кому можно ехать в панаму и кому нельзя ехать в панаму но это такие наверное мои мысли с которыми я хотела бы поделиться с вами конечно если вам эта тема интересно итак всем спасибо за внимание спасибо что вы меня досмотрели до конца пишите комментарии ставьте лайки по лайкам я буду видеть интересно вам эта тема или нет хотите ли вы видеть еще видео на подобные темы или нет а сейчас всем пока пока чао